Привет, я Джефф Пейн, я инструктор по профилактическому техобслуживанию компании Caterpillar, и сегодня я хотел бы поговорить о техобслуживании фильтров. На всем производимом оборудовании есть какой-нибудь индикатор состояния воздушного фильтра, и по мере загрязнения фильтра вот эта штука начинает перемещаться в сторону этого красного сектора. Когда она там оказывается, это значит, пора обслуживать фильтр. Вот этот наружный фильтр — это наш фильтр предварительной очистки. Его называют воздушным фильтром с радиальным уплотнением. Прочищать этот фильтр нужно воздухом низкого давления, сжатым воздухом, направленным изнутри наружу. Вам нужно тщательно продуть всю поверхность фильтра воздухом. Многие думают, что можно просто извлечь фильтры и постучать по земле, чтобы выбить из них пыль. Это работает, но, скорее всего, при этом вы повредите вот этот участок уплотнения, и когда вы поставите его на место, он уже не будет фильтровать воздух. С другой стороны корпуса у вас есть фильтр до очистки воздуха, вот здесь. Если бы мы собирались снимать его, мы бы взяли чистую ветошь, слегка смочили бы ее водой и вытерли внутреннюю часть этого фильтра перед снятием. Я не буду снимать его здесь сегодня, потому что его не надо извлекать, кроме случаев, когда вы готовы заменить его новым фильтром. Он не поддается очистке, и когда вы извлекаете его, у вас под рукой должен быть новый фильтр. Установите новый фильтр вместо него, потому что это последняя линия защиты. Более подробную информацию по воздушным фильтрам вы найдете в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию, которое помещается за сидением каждой продаваемой машины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!